Шестой микрорайон. Конечная второго маршрута троллейбуса. Гигиенисты проверяют общественный транспорт. Водитель защищен. В маске рядом, где средства. Говорит, что обработку салона проводят. Вот только записи об этом нет. 8,56. Сейчас уже 10 часов. Вы должны в каждом поворотном круге проводить обработку и записывать в книги водителей. Следующий троллейбус. История повторяется. Маски, антисептик есть. Записи в журнале нет. На вопрос, где ваши перчатки, отвечает в наличии. Только почему-то вместо обычных показывает диэлектрические. Вот такими. Вы их не одеваете, скажем. Хорошо. Это диэлектрические перчатки. Это диэлектрические перчатки, которыми вы подтягиваете, когда ремонт делаете. Да, здесь тоже очень опасно. Я ими в салоне обрабатываю. Вы не обрабатываете. Что касаемо антиковидной информации. Ее достаточно. Есть таблички, предупредительные наклейки и памятки. Сегодня специалисты проверяют и автобусы. 33 маршрут. Водитель без маски, антисептика. Как кот наплакал, салон не обрабатывается. Вы мне покажите путевой лист, который вы должны записать. Это все. Ну вот на данный момент он пустой. Значит, вы не проводили обработку? Сейчас нет. Сейчас нет. А когда у вас смена началась рабочая? Я не знаю. А? 5.5. Ну вот, так рано началась смена. И вы ни одной не сделали обработки? С водителями все понятно. Но в первую очередь о личном здоровье должен думать сам пассажир. Обрабатывать салон – обязанность водителя. Это новые реалии, с которыми хотите или нет, нужно считаться. На пассажирах тоже лежит ответственность. Либо дистанция, или маски. А лучше – все вместе. Правила обязательны для всех видов общественного транспорта, в том числе и такси. У нас есть тот механизм, через который мы можем работать. Это кондуктора, которые находятся в автобусе. То есть мы активно работаем с ними для того, чтобы они предупреждали людей о том, что идет заболеваемость. Только за последние две недели в отношении руководителей предприятий троллейбусного парка направлено два ходатайства при привлечении к дисциплинарной ответственности. Магазины, кафе и рестораны – они тоже в поле зрения гигиенистов. С августа месяца проверили больше 250 учреждений. У 82 есть нарушения. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.